здравствуйте покажу сейчас дома во флориде просто хожу гуляю просто хочу показать вот частные дома вот такие вот на побережье мификанского залива это где-то ближе к городу clearwater и вот частные домики которые смотрят на пляж конечно это дома очень дорогие я так думаю ну может быть там миллиона наверное два-три ну не три может около двух есть сегодня ветрено 1 января 2016 года наступил новый год и у нас вот такая вот новогодняя у нас погода вчера была ночью так вот туманная и сегодня такая роса на траве как-то так вот почувствовала что пришла к нам немножко зима а вообще у нас сейчас температура наверно градуса 22 где-то вот так вот есть а ну сейчас я пройду туда что там они я надеюсь не правит территория можно ли выйти к пляжу я имею ввиду сейчас посмотрим ветрено так сегодня ветрено ну по-зимнему зимняя флорида о выходим на пляж как хорошо и здесь выход этом отель называется вот надо мной я имею ввиду комплекс жилой маленькие отель отельчики простые дешевые не называются мотелями вот мы вышли на их пляж и сегодня конечно народ приехал потому что на выходные 31 первое число отдыхать вон некоторые даже в воде как им хорошо лежат не пойду в песок хотя я не в тапочках в этих вот в резиновых не пойду собирать песок потом машину не планировала сегодня и ветер такой люди в воде вот такая погода во флориде 1 января так пошли дальше на разведку никогда не была здесь конечно вообще ну здесь конечно так все похоже и в то же время разные дома у них все разные конечно строят вот поэтому проекты как-то так вот никогда не повторяются я имею ввиду по проекты строения из частных частных домов так вот и и и и и и и и вот такая можно сказать сельская территория ну вот опять частный дом на продаже кстати стоит знак вот это веерная пальма как они мне нравятся их называют веерная пальма да вот она такая красивенькая и вот они они продаются о я пахнет как здесь зеленью они продаются эти пальмы она маленькие но есть но самое больше может мне такое с меня ростом небольшая но я же надо вырастить это же надо время чтобы ее вырастить красиво очень я хочу во дворе вот она веерная пальма вот а вот он частный домик чей-то как видите ворота открыты все открыто всегда люди не боятся жить вот еще частный дом не боятся жить не боятся быть открытыми нету нет преступности такой есть конечно по большим мегаполисом по городам может быть и есть и здесь даже случается да вот в такой вот в резиденции где живут люди но на побережье но настолько это мало и редко вот домик какой красивый замечательный вот какой вот с такой башни выстроил себе человек и живет кому принадлежат эти дома вот если взять по статусу да по статусу докторам возможно бизнесменом адвокатом но безусловно успешным конечно вот кто-то мне говорил да это на несколько значит типа семей нет это не на несколько семей может быть конечно если не родственники они будут безусловно там что-то какие-то крылья в дома да в доме делить типа одно крыло тебе другое мне но нет все это поправит хаос его а вот строит человек себе видите вот он строит вот там еще голубой трактор есть у него во дворе лежат доски строительства американские флаги у них очень патриотично с этим делом они всегда вешают американские плаги не всегда но у нее около некоторых домов даже не столь богатых вешается американский флаг ленте на заборе чего он рыбочек нарисовал и не нарисовала железная такая чеканка рыбки крабики вот частный дом белый какой замечательный красота все ухожено все подстрижено безусловно но в америке вообще ухожено даже не только частная территория он какие машинки поехали не только частная территория подстрижено ухожено я имею ввиду с частными домами кто и те и то есть но общественные места я имею ввиду тоже. То есть, ну вот дорога, тоже же её обслуживают, подстригают, траву подстригают, ухаживают. Уборочных, кстати, машин здесь, как таковых, очень мало. Вот частный домик. Опять же, здесь даже и ворот нет. Вот он тебе, скромненько так это, скромно. Как-то оно здесь, даже вон бассейн высохший, наверное, может, не живу. Вот ещё частный дом. Ой, тоже такой небольшой, но красивый. Да, забыла сказать. Эти же все дома, мы же вышли с моря, да? Они все находятся на пляже. То есть, они вот там стоят на море, на песке. И до моря им очень мало расстояния. Ну, может, там каких-то там 200 метров до моря, да? И они, конечно, платят здесь высокий иншуранс. То есть, флодинг иншуранс. Затопляемая страховка, так называется. Вот, поэтому они платят очень много за это. Ежегодный этот пеймент. Поэтому, конечно, жить в таком доме ещё и дорого. Потому что страховка дорогая, поскольку ты живёшь на море. На самом пляже, я имею в виду. И обычно, конечно, дома, которые смотрят на пляж... Вот домик скромненький. Дома, которые смотрят на пляж, они всегда намного дороже тех домов, которые вот, например, через дорогу, да? и даже маленький дом, построенный на пляже, будет стоить намного дешевле, чем... Ой, намного дороже, чем дом, который стоит тут же, вот, за 200 метров на другой стороне улицы. Вот такой небольшой. Вот, новогодние ещё не убрали. Крисмасовские декорышины очень странно. Американцы их убирают в это время. А сегодня уже 1 декабря. Ой, 1 декабря, 1 января. И не убрали вот там. Вижу Санта-Клауса на крыльце. Вот так вот бросают почту в Америке. Вот проезжает машина. Видите, голубой пакет. Это почта. Выбрасывает почтальон газеты. Это не почта, это только газеты. А вот, выбрасывает с машины. Вот так вот у каждого дома пакетик голубой с газетами. И он лежит. Может лежат 1-2, если люди не приуехали. Может долго. И люди подбирают. Селлофоновый пакет сохраняет от влаги газеты. Ну, а почту в почтовые ящики. Вот у человека почтовый ящик. Вот жёлтая заслонка. Но у него такой вот ящик крутой. А у всех они стандартные такие. Железный ящик на ножках. Вот такой дом частный. Серенький. Серенький. Так, а вот это опять выход на море. И сейчас мы с вами вот сюда вот зайдём. О, ай, как хорошо вот тут. Ну, сегодня небо такое, да, вот пасмурное. Пасмурное такое небо. Пасмурное солнце так вот в дымке. Прямо нереально для Флориды. И необычное такое. У нас всегда ясная погода. Говорят, во Флориде 360... Ну, то есть в году 365 дней, да. Так вот, из них 360 дней во Флориде солнечных. И только 5 дней пасмурных, так скажем. Вот. А у них вот есть душ. Вот там вот. Это после пляжа можно обмыть ноги. Песок. Ой, как здесь хорошо. Вот как хорошо. Вон, правит хаус. Дом частный. Там бассейн, если видно. Отсюда. Ну, и море такое интересное. Серого света. Сегодня не голубое. Штормит маленько. Выходим назад. Люди купались. Молодцы. Вода-то теплая, конечно. Это вот облака обычно после обеда. Так вот набегают зимой. Я имею в виду. Летом вообще безоблачное небо. Почти каждый день. Почти каждый день. А зимой, конечно, после обеда набегают облака. Ну, вот такая территория. Можно здесь припарковаться и сходить. Искупаться. Или пробыть целый день на пляже. Даже есть душ. Ну, куда? Ну, мы можем даже пойти прямо еще. Еще покрынее. Или уже назад устала. Ну, ладно. Я вам маленько сегодня показала. Частные домики показала. Клумбы. Видите, как они ухаживают за ними? Вот такое еще старое дерево здесь, да? Конечно, обслуживание клумб. Таких больших ланчкейпинг называется, да? Ландшафтная территория. Безусловно, нанимаются люди. И кто-то им помогает, само собой. Но очень часто и очень много можно видеть американцев, которые убирают, ухаживают за своей территорией сами. Может быть, не за столь большое, как у этих домов. Здесь очень большая территория, да? Обсаженных деревьев, кустов. А поменьше все они делают это сами. И очень часто по утрам можно видеть шикарный дом. И какого-нибудь дядю хозяина в каких-нибудь спортивных штанах, которые режут траву машинкой. Вот бросили газеты. Почтален выбросил кулечки. Ну, все, в принципе, показала я. Как это, как вот в дома через забор не заглянешь, конечно.